Здравствуйте! Три министра Российской Федерации выходцы из Большой Тюменской области. На этой неделе к Владимиру Якушеву и Дмитрию Кобылкину добавился ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фольков. Представители нашего региона уже не раз и в советский, и в послесоветский период входили в состав правительства страны. Но чтобы одновременно их было три, такого не было никогда. В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Жалуйтесь? Уберем. В Салихарде коммунальщики ищут жалобы на снег в соцсетях, а в Нижневартовске не могут разобраться, кто должен очищать детские площадки. Зимний огонь. В Сургуте в дачном пожаре сгорели трое людей, а в Новом Уренгое двухэтажка уничтожена пламенем, но людей спасли. В чем сила? В деньгах или правде? В Тюмени жители поселка Матмаса не могут договориться об адекватной компенсации за свои квартиры и не хотят освобождать дома, на месте которых должен вырасти современный жилой комплекс. Криминальный сглаз. Сургутянка отдала полтора миллиона рублей экстрасенсам-аферистам, уверившим ее, что только это может снять женщины порчу. В нашем регионе уборка снега – традиционная тема зимней повестки новостей от Карского моря до Казахстана. Поводов действительно много, и чем севернее, тем их больше. Дорожникам уследить за всем бывает довольно сложно. И здесь свою лепту вносят жители городов. В частности, Салихарда, которые активно делятся в соцсетях неубранными сугробами. В соцсети просматривают сотрудники Салихарддорстроя и стараются оперативно реагировать. Как это все работает и кто конкретно очищает улицы, узнал корреспондент телекомпании «Ямал-регион» Андрей Романов. Попал под тещу. Так между собой рабочие Салихарддорстроя называют лаповый снегопогрузчик. Владимир Петров – один из четырех братьев, которые занимаются уборкой снега на улицах Салихарда. Этакий семейный десант. Сами с юга страны десильные снегопады – аномалия. Работа ночная. Владимир признается, больше всего из-за этого страдает жена. А как провожает вас на работу? Плакает. Ну как плакает? Так такая всегда. Ой, блин, опять одна. Сегодня по графику улица Манчинского маршрут уборки снега определяется заранее. Его составляют во время объезда каждого района накануне. И публикуют в группе администрации Салихарда ВКонтакте. При этом учитывается обращение жителей. Правда, во время снегопада маршрут может измениться. Машины переходят в режим патрулирования. В уборке снега в окружной столице принимает участие около 20 единиц техники. С недавнего времени мы перешли на ночной режим уборки. Это с 7 вечера до 8 утра следующего дня. Это наиболее оптимальный режим уборки. Сегодня спокойная ночь для Владимира. Снегопада нет. Так что за ночь он совершит около 20 рейсов. И Салихарда в Тундру и обратно. Снежный полигон. Именно сюда вывозят то, что нагребли на улицах Салихарда. Только за декабрь месяц здесь выгрузили 186 вагонов снега. В автопарке предприятия Салихард Дорстрой 40 единиц техники. Вот эти мини-погрузчики рабочие между собой ласково называют бобиками. В 2020 году при поддержке правительства округа появится дополнительная снегоуборочная техника. Это значительно повлияет на скорость и качество очистки Салихарда от снега. Главная задача сейчас найти новых сотрудников. Хотим привлечь и желаем привлечь, чтобы обращались с нами молодые, новые кадры для дальнейшей работы нашего предприятия автомобильной техники, тракторной техники. Утром Владимир вернется с городских улиц домой к жене. Ему не стыдно за свою работу. Хотя, говорит, реакция у людей бывает разная. Одни ругают, мол, плохо убираете, но чаще все же хвалят. Поэтому уже сегодня ночью Владимир вновь сядет за руль, чтобы сделать город чище. Андрей Романов, Сергей Артамухин. Время Ямала. Салихард. Таким количеством снега Тюмень похвастать не может, но контроль за тем, куда его складируют после уборки городских улиц, пытаются наладить. В частности, активисты Народного фронта провели рейд, который начали с площади вблизи озера Письянова. Снежный полигон занимает территорию 29 гектаров и работает круглосуточно. Сюда подрядчики везут снег со всего города. Свободного доступа на полигон нет. Значит, налажен контроль, нормальная работа организационная. С точки зрения экологической здесь есть вопросы, конечно. Общественники осмотрели несанкционированные полигоны. Тюменцы регулярно жалуются на стихийные свалки снега в черте города. Одна из них в районе улицы Чаплина. Уже не первый год на пустующей площадке появляются снежные завалы. 7 января убирали улицу Молодежную. До этого было чисто. Но они на вечер вечером убирали. Смотрим, уже за ночь выросли несколько кучек снега. Его даже видно, что он черный. Активисты решили отправить в муниципалитет просьбу навести порядок и прекратить сваливание с соленого снега, где попало. Нижневартовские жители отмечают, что коммунальщики в целом неплохо справляются со снегом на городских улицах. Чего не скажешь об управляющих компаниях и дворах, за которые они отвечают. Здесь жалобы есть. Сюжет корреспондента телекомпании «Самотлор» Тельмана Бахашева. В городе убраны от снега дороги. Автомобили могут двигаться по всем полосам. Заужений практически нет. Также в микрорайонах почищены тротуары. Всё вроде хорошо. Но к нам в редакцию поступили жалобы горожан с фотографиями, что снег не убирают с детских площадок. Очистки я не вижу. Такая плата одна. Вообще ничего не делают. Не чистят, не строят. Ничего не делают. А гулять-то негде детям. Вот это вот камера. Вот скажите, скажи, дядя, а нам гулять-то негде. Негде. Скажи громко, негде гулять. Негде гулять. Мы живём на севере. Понятно одно, что почти 9 месяцев лежит снег. На этой площадке детям играть не получается. Потому что им, как и мне, нужно по сугробам пробраться до качели и умудриться не упасть. И при этом сохранить желание гулять именно здесь. Ждать Валерии и Полине, пока весь снег растает, не очень-то и хочется. Кто должен чистить детские площадки? Или дети по определению зимой впадают в спячку? Детские площадки, которые находятся на территории многоквартирных домов, они содержатся управляющими компаниями. Однако периодичность, виды работ, которые должны выполняться на детских площадках, как в целом на МКД, они регламентируются перечнем, который утверждён собственниками. На основании минимального перечня в зимний период содержатся и очищаются тротуары и дорожки. Сейчас новая компания, там новые хозяева пришли. Они тут типа собрание делали, мы подписывались. Там пункт был за оплату, оплата за уборку снега на детских площадках. Вы за или против? Ну, никто не против. Ну, не чистили ни разу. Если в заключённом договоре между собственниками многоквартирного дома и управляющей организацией работы по очистке детской площадки от снега в перечень услуг не включены, то коммунальщики вправе данный вид работ не производить. Если у вас, как у собственника многоквартирного дома, возникает вопрос, должна ли быть очищена ваша детская площадка, а именно подходы к ней, и, например, территория вокруг качелей, каких-то комплексов, вы должны обратиться в свою управляющую компанию и уточнить, является ли этот вид услуги и работы включённым в перечень на вашем МКД. Для дополнительных работ на детской площадке необходимо провести общее собрание, инициатором которого может быть любой из собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Необходимо утвердить условия оказания и выполнения услуг, а также стоимость. Ещё важно согласие большинства. Чельман Бахышев, Сергей Зайкин, телеканал «Самотлор». К другой теме. Нынешняя зима стала настоящим испытанием для Сургута. Ещё свежи в памяти декабрьские события, связанные с пожаром, в результате которого 40 человек остались без жилья и один погиб. Как случилась новая трагедия. Страшный пожар в дачном кооперативе победит один, унёс жизни сразу трёх человек, в том числе шестилетнего ребёнка. Известно, что маленький мальчик находился в доме со своими дедушкой и бабушкой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту трагедии. Все подробности в сюжете корреспондента телекомпании «СургутинформТВ» Евгения Неупокоева. Он не смог произнести ни слова сквозь слёзы. Сургутянин потерял в пожаре шестилетнего сына. Ребёнок проводил выходные со своими бабушкой и дедушкой на даче в кооперативе «Победит один». В субботу утром в деревянном доме произошёл пожар. Вероятно, все находившиеся в здании люди спали. Спастись никто не смог. В 7 часов 14 минут поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу Сургутский район. Садово-потребительский кооператив «Победит один», линия 15А, участок 6. По прибытию на место вызова первых подразделений наблюдалось открытое горение дачного дома. Дачный дом был охвачен огнём по всей площади. После того, как пожарные справились с открытым огнём, они приступили к обследованию здания. В одной из комнат были обнаружены тела трёх человек. Позже оказалось, что это муж с женой, владельцы здания и их шестилетний внук. После обнаружения тел погибших к месту ЧП были направлены криминалисты и оперативная группа. На месте пожара работала следственно-оперативная группа, в том числе сотрудник судебно-экспертного учреждения, Федеральная противопожарная служба и следовательская пожарная лаборатория. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Сургутским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по антимантическому автономному округу Юбре по факту обнаружения трёх обгоревших человеческих тел в Сургутском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На данный момент следователи ждут результатов пожарно-технической экспертизы. Тогда станет ясно, что стало причиной трагедии. Пока же сотрудники ведомства выяснили, погибшие супруги несколько лет проживали в дачном доме. В поле зрения правоохранительных органов никогда не попадали. А в Салихарде в начале недели чуть не сгорел многоквартирный деревянный дом. Очаг пожара находился в одной из квартир. Благодаря быстрой работе пожарных распространение огня удалось избежать. Повреждена только одна квартира. К счастью, никто не пострадал. На момент прибытия произошло возгорание на первом этаже, в третьей квартире, на кухне. То есть очаг не распространился, забили вовремя, пострадавших нет. Жильцы на момент прибытия эвакуировали сами, но одну бабушку эвакуировали с помощью наших сотрудников. А в Новом Уренгое следователи выясняют причины пожара в двухэтажном деревянном доме на улице Таёжной. Обошлось без жертв, но некоторым погорельцам всё же понадобилась медицинская помощь. Подробности в материале корреспондента телекомпании «Сигма» Сергея Рунько. На кадрах видно, пожарным пришлось рисковать жизнью, чтобы просто приступить к тушению. Здание не спасли, хотя главное не это, а то, что удалось избежать человеческих жертв. Но двоим погорельцам всё же потребовалась медицинская помощь. 11-летнему мальчику и 39-летнему мужчине. В тушении принимали участие 38 пожарных на 10 машинах. К ним подключился младший сержант Росгвардии Муслим Атаев, который помог попавшему в огненную западню ребёнку спуститься со второго этажа и избежать серьёзных увечий. Спустя меньше суток состоялся брифинг, на котором озвучили план работы с погорельцами. Хотел бы обратиться к жителям, которые пострадали при данном пожаре, для решения их вопросов. А вопрос каждого из них будет решаться индивидуально. Им необходимо незамедлительно обратиться в департамент городского хозяйства. Это улица Индустриальная, 4, кабинет 117. Им будет дана консультативная помощь и в каждом конкретном случае будет оказана другая помощь. Сам дом на Таёжной, как выяснилось, серьёзной ценности для города не представлял. В 2016 году он был признан аварийным. В 2018 большинство его жильцов предоставили альтернативную недвижимость. Тем не менее, 18 человек остались без крова, что приняла во внимание городская администрация. Людям предложили переехать в квартиры из маневренного фонда. Но этот вариант понадобился только одному человеку. Остальные пока предпочли остаться у родственников. В Новом Уренгое ведётся сбор предметов первой необходимости для погорельцев. Сергей Рунько, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. В чём сила? В деньгах или правде? В Тюмени жители посёлка Матмаса не могут договориться об адекватной компенсации за свои квартиры и не хотят освобождать дома, на месте которых должен вырасти современный жилой комплекс. Криминальный сглаз. Сургутянка отдала полтора миллиона рублей экстрасенсам-аферистам, уверившим её, что только это может снять женщины порчу. Нерпа в крещенской проруби. В Ямбурге желающим окунуться в Иордань пришлось потесниться. Холодная война. Жители Тюменского посёлка Матмасы выступили против сноса старых домов и возведения на их месте новых. Этот район вошёл в крупнейший проект развития застроенных территорий. Надо сказать, что подобных проектов, особенно что касается масштабов сноса жилых домов, в Тюмени ещё не было. Но местные недовольны компенсациями и не понимают, как без их ведома отдали почти 20 гектаров земли под строительство. Корреспондент Тюменской службы новостей Евгения Зубцова выслушала все стороны. Район Матмасы – это как обособленный мир на окраине Тюмени. Точную дату, когда здесь построили первый многоквартирник, сейчас никто уже и не вспомнит. Но активно заселять территорию жители начали в 70-х годах. С тех пор здесь выросло не одно поколение и с тех пор здесь мало что изменилось. Размеренная жизнь в экологически чистом районе главный плюс Матмас делятся местные. Но с недавних пор здесь забыли о покое. Скоро эти дома снесут, а жители будут вынуждены переехать. Больше половины людей к такому не готовы. Особенно пенсионеры и те, у кого квартиры в ипотеке. Матмасы – прекрасный район. Он зелёный. Рядом находится больница, рядом находится детский сад, в котором ходят дети и со всего мыса, и со всего звёздного городка, и все Матмасы, и всем хватает места. Рядом находятся две школы. Это прекрасное место для того, чтобы здесь создавать семью, расти детей. Здесь очень хорошие соседи. Район Матмасы попал в проект развития застроенных территорий. Это один из способов решить проблему ветхого жилья в Тюмени. Но местных не устраивает цена компенсации за квадрат. На главной площади они теперь часто встречаются. Диалоги у памятника Победы только о своей победе. Площадь у меня 67 квадратов, квартира трёхкомнатная. Почему я должна эту квартиру получить за неё миллион триста по статусной стоимости? Они считают, что по очереди сноса моей квартиры через два года дом будет уже 50 лет. Что он аварийный? Он не аварийный. Откуда взялась цифра 1 миллион триста тысяч рублей, неизвестно. Цену за квадрат определяет независимая компания по заказу администрации города. Для этого проводится конкурс. В стоимость входит компенсация за переезд в сумме больше ста тысяч рублей и доля в общем имуществе. На данный момент мы производим компенсацию от 55 до 57 тысяч квадратный метр. Реализация наших вновь строящихся метров составляет в районе 53 тысяч квадратный метр. Вы не сработаете вы бы так себе? Будем очень стараться, но всё идёт к тому. Договор о развитии застроенной территории рассчитан на 15 лет. За это время почти на 20 гектарах будет построено 200 тысяч квадратных метров жилья. Здесь могут поселиться 10 тысяч человек. Сейчас реализуется первая очередь проекта. Под расселение и снос идут три ветхих дома. В 2016 году был проведён аукцион. Он являлся открытым. На него мог заявиться любой из участников. И по результатам аукциона был заключён соответствующий договор о развитии застроенной территории. У нас стабильный метр масок. То нету света, то нету воды. Дом Инны не самый старый в районе по документам. На деле здание обветшало, а в подвале давно завелись насекомые. Живёт в квартире по суд с найму с двумя детьми на 28 квадратах. И она одна из немногих, кто ждёт переезда. У нас нету метр масок аптеки. У нас с этим проблема. У нас в садик даже элементарно нет мест. Некоторые не могут попасть. У нас школа находится практически на мысу. Как я могу быть противницей сноса? Нет, я не против. Я за. Но за достойные условия. И именно в таких домах на самом деле жильё оценивается по минимуму, говорят аналитики рынка недвижимости. В Матмасах нет горячей воды. В квартирах установлены бойлеры. И даже то, что некоторые многоквартирники после капремонта, не сыграют большой роли. Ветхий аварийный фонд – это дома барачного типа, это двух-трёхэтажки. Естественно, что цена квадратного метра здесь минимальная. То есть это та, которую мы отмечаем в районе 32,5 тысяч рублей за квадратный метр. То есть это средняя цена минимальная, которая существует на рынке. В администрации города решили проводить встречи с жителями, с застройщиками и общественниками каждую неделю. Любой желающий сможет задать вопросы лично. Может быть, так удастся найти компромисс. Евгения Зубцова, Роман Чинахов, Владимир Кондратьев, Елена Старых, Тюменская служба новостей. Впрочем, свести конфликт только к тому, что одни хотят слишком много, а другие дают слишком мало, было бы сильным упрощением. Дело ещё и в том, что люди вообще привыкают к месту, в котором живут. По статистике, почти четверть тюменцев не хотят переезжать в другой район города при покупке новой квартиры. Причём год назад доля таких покупателей составляла 19%. Меньше всех готовы переезжать жители заречных микрорайонов. Больше половины из них выбирают новую квартиру в этом же районе. На втором месте жители районов Мыс, Тарманы и Матмассы. На третьем – Лисобаза, где не переезжает чуть меньше половины покупателей. Отчасти это связано с относительно невысокой стоимостью жилья в этих районах. Так или иначе, но покупка жилья остаётся одним из самых выгодных способов сохранения, а в некоторых случаях и увеличения капитала. Впрочем, на этот счёт могут быть и другие мнения. Жительница Нефтьюганска перевела полтора миллиона рублей экстрасенсам, которые оказались шарлатанами. Об этом сообщает пресс-служба югорской полиции. По данным ведомства, Нефтьюганка наткнулась в интернете на объявления ясновидующих. Она заинтересовалась их услугами и позвонила по указанному номеру. Экстрасенсы уверили мнительную особу, что на ней страшная порча. Требуется обряд по очистке, который стоит 485 тысяч рублей. Женщина перевела деньги. После этого аферисты вышли во вкус и стали требовать ещё. Я им перевела все эти деньги. Затем на третий раз они мне уже сами позвонили. Сказали, что если вдруг я ещё там не переведу им денег, то если ещё обряд не провести, они мне... Они могут... Эта порча может перейти на моих близких родственников и на их здоровье повлиять. И я очень сильно испугалась, и я в это очень сильно верю. И я снова перевела определенную сумму денег. В общей сложности это было около полутора миллионов рублей. В какой-то момент женщина перестала верить в экстрасенсорные способности ясновидящих и обратилась в полицию. Стражи закона порчу снять, конечно, не обещали, но собираются найти магов-мошенников. А в Мегионе группа злоумышленников решила не разыгрывать психологические тюды, а похитила деньги у банка. Причём, чтобы не мучиться, деньги украли вместе с банкоматом, установленным в одном из торговых центров города. Дождавшись, когда здание после закрытия пустей, дворы взломали двери вестибюля, открутили банкомат от пола и увезли на машине. В одном из расположенных поблизости дачных оперативов они спокойно выпотрошили его, поделили деньги и разбежались. Но полицейские всё равно их нашли. Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего гражданина Республики Молдова, полицейские задержали в Нижневартовске. При обыске у него была изъята часть похищенных денежных средств. В настоящее время задержанный арестован. В квартире злоумышленников были обнаружены инструменты, которыми они совершили взлом дверей торгового центра и банкомата. Жители Нижневартовска жалуются. Кто-то срывает с деревьев и ломает птичьи домики и кормушки в местном парке Победы. Дело в том, что осенью по инициативе мэра вартовчане провели акцию «Тёплый город». Она заключалась в том, что люди несколько дней мастерили дома скворечники и кормушки, а в выходной семьями пришли в парк и развесили их на деревьях. Акцию освещали средства массовой информации. И вот спустя всего 4 месяца люди заметили, что многие самоделки исчезли. Парк оснащен системой видеонаблюдения. Посмотрев записи, администрация пояснила, что кормушки ломают подростки. То есть другие жители того же города, которые, видимо, не участвовали в осенней акции. Между тем, кормушки для птиц в Нижневартовске зимой не просто помочь что-то сделать своими руками, а необходимые условия для выживания пернатых. Режим дня и место для уединения. С начала года в России вступили в силу поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они, по сути, запретили существование контактных зоопарков. Ведь теперь, по правилам, у каждого животного должно быть время отдыха от людей. Как владельцы мини-зоопарков Сургута решили возникшую проблему и что думают зоозащитники? Это узнала корреспондент телекомпании Сургут Информ ТВ Юлия Шадевская. Говоря простым языком, контактный зоопарк – это учреждение, в котором содержатся животные и посетители могут их погладить. Такие зоопарки есть и в Сургуте. Несмотря на изменения закона, они не закрылись, стали работать по новым правилам. Во всяком случае, так об этом говорят их представители. Например, у каждого животного теперь должен быть строго регламентированный рабочий день с предусмотренным временем для отдыха. А погладить питомца люди могут лишь в том случае, если он сам не против. У нас у каждого животного свое место в своих домиках. Если животное подходит, то можно его погладить. В прошлом контактный зоопарк, сегодня выставка животных. По новым правилам питомцев, которые содержатся в плохих условиях, органы Россельхознадзора могут изымать у владельцев этих учреждений. Это касается в основном диких животных. Им тяжело жить в неволе на площади в несколько квадратных метров. Поэтому зоозащитники выступают за изменения законодательства. Там находятся в основном животные дикие, они домашние. И, конечно, этим животным для их нормальной жизнедеятельности нельзя постоянно их тискать, трогать, нарушать их режим сна, режим питания и так далее. То есть это очень всегда плохо сказывалось на их здоровье. И, конечно, содержание животных во многих таких зоопарках оставляло желать лучшего. Сегодня главный вопрос, кто будет следить за исполнением закона об ответственном обращении с животными и какими будут наказания за его нарушения. Зоозащитники уверены, что со временем эти пробелы будут устранены. Сейчас активисты называют большой победой и то, что поправки наконец приняты. Обсуждались они на протяжении 8 лет. И последнее. В начале недели много говорили о крещенских купелях. Кто, когда, где, с кем и сколько раз. Ну, в общем, все это было стандартно, что в Югре, что на Ямале, что на юге региона. Нестандартно вышло только в поселке Ямбург. Там в Иордань заплыла неожиданная гостья – нерпа. Или, как ее еще называют, кольчатый тюлень. Ее снял на мобильный телефон житель вахтового поселка. Животное не испугалось наблюдателей и с удовольствием позировало на камеру. Надеюсь, это ни в коем случае не оскорбило чуть верующих. Ибо нерпа тоже тварь божья. Ну, поверни фейста. Такая удивленная, да, такая же. На музыку, наверное, выпало. Скажут, там у них интереснее. Хороший, хопающий. Держитесь, держитесь, не шипаетесь. Такое увидела уходящую неделю творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова